После старейших соборов и лучших театров мира в Чувашскую филармонию органный концерт дала в Чебоксарах заслуженная артистка Татарстана Лада Лабзина. Как в одной программе у нее ужились бах, джаз и песочные анимации, увидела Ирина Ромадова. Органный вечер в стенах Чувашской филармонии гости из Казани назвали бах и джаз, решив, что концерт в стиле кроссовер публике понравится. Бах и джаз не так далеки друг от друга, как может показаться на первый взгляд. В свое время бах очень любил импровизировать, с чем поражал и удивлял публику. Сейчас музыкальные фантазии более присущи джазовым исполнителям, но в то же время в современных джазовых стандартах мы часто слышим полифонию, которая как раз присуща именно музыке баха. Орган – вот тот инструмент, который объединяет любые стили и направления, и актуально звучит во все времена. Токката и фуги рай минор не будет, но будет токката и фуга фа-мажор. С этих слов начала вечер органистка Лада Лабзина. С инструментом она дружит больше четверти века и говорит, что огромный пласт органной музыки, в том числе и баха, остается неизвестен публике, и это надо исправлять. Первое отделение окунулось и боксарских зрителей в историю Нового Завета. Музыка баха и живые песочные картины рассказали о жизни, смерти и воскрешении Христа. Музыка органная особенно сложная, в ней масса символов и библейских сюжетов, а когда это, так сказать, здесь и сейчас в режиме онлайн рождаются картины со смыслом, со смыслом, который есть в этой музыке, то, конечно, это дает очень хорошее объяснение, мало того, что это визуальное дополнение, но и объяснение слушателям и зрителям, о чем же играет органист. Творитель Али Явкиной помогает большой опыт работы режиссером в театре «Пантомимы». Песочная анимация – это тоже театр, только выразительные средства другие, говорит мастер. А вместо актеров масса песчинок, которые под руками аниматора выстраиваются в определенный ряд событий, и рождается история. Я завожусь от музыки и придумываю сюжет, когда она у меня есть в наличии. Бах, он вот интересен мыслью своей, тем более, что мы взяли библейские темы, то есть вот пришлось, конечно, окунуться в материал, это было очень интересно для меня, много открытий. Есть джаз на пуантах, ну вот, естественно, рождаются пуанты, и сразу складывается целая история, сцена. Второе отделение концерта – джазовое путешествие по миру. Лада Лобзина исполняет органные пьесы современных композиторов, а также сама делает транскрипции известных сочинений для фортепиано или даже оркестра. Концерты Лада Лобзина дает по всему миру. Говорит, каких только органов она не видела, и каждый уникален. Будь то старинный инструмент в Европейском католическом соборе или современный электронный в концертном зале. В Нью-Йорке в прошлом году, на 1 июля, на 5 июля Авеню, есть такой собор Святого Патрика, один из главнейших, красивейших соборов Нью-Йорка. Так что, где пять мануалов, и на пятом мануале был регистр колокола. Мне все время приходилось туда дотягиваться, потому что мне нужно было по драматургии эти колокола, и я все время тянулась. А дотянуться я могла только прямыми руками. Настолько это было далеко. Голландский электронный орган в Чувашской филармонии исполнительнице понравился. По ее словам, главная акустика зала. А чебоксарским зрителям в этом плане повезло. Инструмент звучит так, будто находишься в старинном соборе. Ирина Ромадова, Виктор Степанов, Вести Чебоксары.